Достойно показать себя на предметных олимпиадах разного уровня, успешно сдать выпускные экзамены в школе и без проблем поступить в ВОЗ на выбранную специальность – основная цель любого школьника. Но для её достижения одной школьной программы недостаточно. Выйти за рамки привычных уроков, углубить свои знания Саровским учащимся помогает традиционный летний турнир для юных физиков, математиков и биологов. У нас сегодня открытие. Саровские школьники из разных школ участвуют в этом проекте. Ну и замечательные преподаватели, которые приезжают к нам из Москвы и Нижнего Новгорода, которые делятся своими знаниями со школьниками. Ну вот мы с волнением сейчас будем открывать физико-математический турнир 2022 года. Занятия для учащихся 9-11 классов традиционно проведут преподаватели ведущих ВОЗов страны. На протяжении 20 дней участники турнира будут заняты решением задач, получат консультации по сложным разделам программ математики и физики. Юные биологи погрузятся в мир насекомых. Поможет им в этом старший научный сотрудник кафедры энтомологии биофака МГУ имени Ломоносова Наталья Беляева. Когда в природе им покажешь все, и они сами увидят, сами соберут, сами зарисуют, сами все определяют, то, соответственно, все в мозгах и укладывается. И дети заинтересованы, что меня радует, то, что они готовы заниматься, они, ну если можно сказать, не халтурят, не лентяничают, а наоборот, давайте, давайте больше, давайте это сделаем, давайте туда пойдем, давайте что-то узнаем. Турнир в рамках партнерского проекта Департамента образования администрации города Сарова Ирфят Свнеев «Молодые таланты Сарова» в нашем городе проходит вот уже больше 10 лет. В этом году его участниками стали около 90 учащихся. Мы очень любим август, потому что в большинстве российских регионов это каникулы, а в Сарове это традиционный физико-математический турнир, вот уже 21 по счету. А это значит, что дети соскучились по учебе, они хотят грызть гранит науки, мы это всегда приветствуем и поддерживаем. Первое занятие ребят – вступительные олимпиады, которые позволят педагогам определить уровень участников и выстроить дальнейшую работу. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.